доброе утро друзья хотела включиться попозже а тут по дороге по делам встретила тимофея вы помните нашего котика который заболел подкожным клещом который раздирал себя до крови у которого уже глазки не открывались мы с вами его вылечили посмотрите какой красавец его не узнать тимошка ты подойдешь ко мне на солнышке греется прищурился шерстка у него отросла британец в глазище янтарные ох красавец какой как же душа радуется друзья когда вы понимаете что вы помогли животному не погибнуть пусть у каждого будут такие ощущения радости за добрые дела и я всем благодарна тем людям которые тогда помогли мне которые сейчас помогают мне вместе мы сила поймите это друзья тимофей тимошка тимошка все шерстка вся у него отросла такой холеный стал котик до холеный котик ну ладно тимошка я пойду дальше по делам друзья я в шоке я сегодня из окна увидела не знаю кто это она по моему слепая это кошка она вся она даже не убегает она пришла за помощью она вся в коросте вот в этом лишая что делать с ней я не знаю боже мой какая она голодная боже там там просто просто месиво я не знаю что делать надо одевать перчатки звонить наде и обрабатывать и чем-то я не знаю что это ой кошмар какой кошмар боже мой скелет и еще с такой болезнь вся обсыпана друзья она слепая она не видит ой господи боже мой как же она мучается не могу посмотрите посмотрите что за ушами вообще все сейчас буду звонить наде ну а я иду дальше вся вот такая красивая так радостно было одевать друзья это платье это мое первое платье вязаная спицами я тогда только-только училась вязать и у меня вот такой результат здесь рука фонарик уже не помню как я его назвала есть на канале как я его вязала конечно не по петельной мастер-класс но там много-много всяких тонкостей всяких секретиков надо же вот память она даже прямо на главной странице канала как лучшее видео есть вот у нас продолжается бабье лето теплые теплые я иду в адрес сейчас где-то без 15 9 утра но уже тепло так хорошо ну вы видите я легко одета а вот нужно забрать там кое-какую вещицу вешалку потом покажу для чего она мне нужно конечно все покажу все расскажу ну и веревка мне еще нужно бельевая ой сколько рябины я не и вот там я тут недавно узнала что рябину сажали не просто так возле домов что рябина это защитница дома и и и ни в коем случае нельзя срубывать убирать вот это тоже смотрела какой-то канал люди купили дом ну и там большая слишком рябина была и они так видео говорили что вот это будем убирать а почитав комментарии люди написали что ни в коем случае нельзя убирать это дерево потому что его сажали не просто так 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 что вот в ваших комментариях друзья очень много полезной информации не только на моем канале я очень люблю читать вообще комментарии наслаждаюсь нужно было одеть очки невозможно смотреть на солнце приду в парк опять поставлю целых и палку она у меня такая небольшая переноска там можно поставить очень удобно и покажу вам себя во весь рост нужно подождать не очень удобно здесь перекресток я не знала почему здесь не сделали пешеходный переход это федеральная трасса нет пешеходного перехода вот власти городе чиплыгин пожалуйста обратите на это внимание дорогу вы нам уже положили новую спасибо но вот теперь нужно позаботиться о безопасности ваших жителей сделайте здесь пожалуйста пешеходный переход пусть он будет нерегулируемой но хотя бы знак чтобы водитель знал что здесь ходят люди все-таки оживленная эта трасса центр туризма кто недавно у меня на канале здесь очень красиво зимой подсвечиваются подсвечивается здание здесь у нас есть парк птиц не знаю что там за птицы на парк есть ну а я иду наслаждаю вот и думать мне встретился на пути как знак того что я иду по правильному пути помогая животным и вы вместе со мной я всем вам благодарна те которые и словом помогают и денежками будем вещи называть своими именами никто просто так не будет лечить а вот они вот я вам сейчас покажу то о чем мы боремся то о чем я говорю и до некоторых людей не доходит сейчас покажу вот они бездомные кошки это их если здесь мало здесь у них пятачок вот там есть заброшенный дом вон он стоит и они тусуются я так поняла там и вот они вот скажите они в чем вообще виноваты в том что человек не кастрирует не стерилизует животных мне там света выслала видео куда она уже все как бы я проговорилась в том видео сказала ирина потом не могу врать не могу придумывать все таки у меня проскочила имя что тут уже скрывать так вот света вчера мне прислала коротенько видео туда куда она ходит там я так поняла страшное место то ли бывший морг то ли больница бывшая но в общем там скопище этих кошек которых она ежедневно кормит утром и вечером это вот к тем кто за естественный отбор работаете вот так вот хотя бы один день утром и вечером походите покормите вот этих животных а ну да у вас же естественный отбор зачем же их кормить сам сдохнут все правильно вам это не грозит ладно так вот это видео я попытаюсь вставить в ролик и чтобы вы видели вообще всю ситуацию всю ее непростую так скажем всю сложность ситуации и это она мне потом написала это лена еще не все кошки то есть она половину покормила а вот эта половина она еще голодная она еще и не разложила по мисочкам и вот это ходит туда не только кормить она моет посуду там в общем как-то прибирается потому что антисанитария конечно там полнейшая люди выкидывают какие-то плавники думают что кошки это будут есть капусту всякую ерунду рассказала вот эту всю свою ситуацию есть еще ее подруга я так поняла ее зовут марина тоже видео вставлю то ли она в магазине работает я так и не поняла в магазине живет это бездомная кошечка не знаю Продолжение следует... Ну, в общем, таких людей в Чеплыгине, я так поняла, мало, но они есть, и это радует, конечно, но не спасает ситуацию. Вот, народ еще спит, все закрыто, но нет, вон, девушка отдыхает на скамейке, вот, осень полотая начинается. Сейчас я теперь, друзья, иду и смотрю на плитку. Вот косяк, видите, раньше я не обращала на это внимание, вот косяк, щель большая. Ну, после того, как я уложила у себя во дворе плитку, я узнала много всяких секретов, и теперь обращаю внимание на плитку у себя под ногами в городе. Ну, вот так за разговором мы подходим к тому месту, где я вам себя покажу во весь рост. Что вам еще рассказать из новостей? Вчера вырвала последний перец сладкий, даже были перчинки, которые я нафаршировала и положила в морозилку. Ну, это так удобно, приедет Лешек, и мы сделаем этот перчик, и будем вспоминать о лете, и будем уже мечтать о новом лете. Уложила я еще остатки плитки, ту плитку, которую Лешек подрезал. То, что я не решила сделать, да, Илюшек запретил мне, говорит, Лен, не надо, это очень опасная работа. Вот, ну, мы вот подходим уже к хорошему ракурсу, к красивому. Там, правда, люди идут. Ну, я все равно поставлю камеру, вот, и покажу вам себя во весь рост. Сбросила я, конечно, хорошо. Платье сидит, надеюсь, тоже хорошо. Напишите мне в комментарии, как вам. Вот, сейчас, сейчас поставлю камеру, сделаю красивый ракурс, и пошла-пошла. Музыка Пишите, пожалуйста, комментарии, нравится вам это платье или нет. А ведь этому платью уже, наверное, тоже года четыре. Вот, вяжите, вяжите в удовольствие, вяжите для себя, для ваших близких. Ну, и кому нравится, вяжите на заказ. Я на заказ не вяжу. Ладно, пойду у вас, Борис. Ну, что, друзья, последние дары огорода. Моня, ты пришел посмотреть, что я принесла, да? Укропа твоего любимого нет. Вот еще столько огурчика вырвала. Это вот сверху. А внизу вот это все перец. Вот, сейчас буду мыть, резать. Конечно, огурчики эти уже никуда, только на салат. Немножко осталось. Там еще не хотела мешать. Пойду отдельно выберу черри. И сегодня забацаю вкуснейший салат. Огурчики, помидорчики, черри, лучок, петрушка зеленая стоит. Может быть, с ней чего-нибудь надо сделать. Не знаю, как ее в зиму сохранить, как ее морозят. Ни разу не пробовала. Но ее там море. И такая вся хорошенькая. Вот. Так что, сейчас буду мыть перчик и нарезать в зиму. Помыла огурчики. На решетку выложила, пусть просохнет. Потом пакет. А здесь, посмотрите, сколько перцев. Вот это вот обрежу. Вот так хорошая. И очень удобна такая мылька, которую можно закрыть и что-то здесь помыть. Вот. Сейчас хорошо помыла. И буду резать. Вот так. А вот отложила несколько небольших перчинок. Нафарширую. Очень вкусный фаршированный перец. Как раз петрушку добавлю в фарш. Томат есть свой. Свежевыжатый. Открою баночку и сделаю еще перчик. Очень вкусный перчик. Ну и закрою сезон в этом году. Просто поразительно. Вот перца более-менее такого, ну скажем, который можно нафаршировать, я собрала именно на вот эту свою любимую кастрюльку. Вот больше бы и не влезла. Ну надо же, а! Как будто он специально ждал меня вот для того, чтобы я собрала и сделала перчик фаршированный. Сейчас разморозится мяско, курица, филе. и буду делать фарш. Сейчас у вас будет скидка 10%. На все в течение сегодняшнего дня. Наверное, у нас сказочная подземель, поэтому... Как здесь? Вот так. Скидка ваша. Продолжение следует...